Спорт-комплекс Титов-Арена сегодня главная выставочная площадка художественной биеннале «Азарт Сибирь-2021». Здесь собрались искусствоведы, графики и скульпторы. А Барнаул на три недели стал культурной столицей Сибири. Это крупное событие даже не только для нашего региона, а вообще во всей сибирской части нашей России, потому что таких крупных молодежных именно выставках представлены художники, молодые художники всей Сибири, и в данном случае частично еще и Дальнего Востока, проводится не так много. Это событие, которое в принципе вносит вклад в культуру искусствоведения в Сибири и, конечно, иногда серьезнейшим образом влияет на судьбу самих художников, которые принимают в ней участие. Выставки «Азарт» проводят в Барнауле с 2004 года, однако настолько масштабная, организована впервые. В этом году она открылась в юбилейный десятый раз. Развернуть экспозицию на площади в 2000 квадратных метров позволила тройная грантовая поддержка от президента России, губернатора Алтайского края и фонда Александра Прокопьева. Благодаря этому организаторы значительно увеличили призовой фонд. Победитель каждой из шести номинаций получит по 25 тысяч рублей. Это наш первый опыт работы в этом пространстве, в таком большом пространстве, с новым оборудованием. Как вы видите, здесь очень качественное выставочное оборудование, которое мы привезли из Новокузнецка. Специально для этого проекта сделали вот эту застройку, планировку этого пространства. МДВА-студио, вот это проектное бюро, состоящее из очень талантливых молодых архитекторов наших, барнаульских, которые приняли участие, в общем-то разработали этот проект. Азарт этого года традиционно собрал около 300 авторов. Некоторые из них представили по нескольку работ в разных номинациях. Станковая живопись, уникальная и печатная графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, а также искусствоведение. Здесь молодые авторы могут понять себя и найти свое место в искусстве. Это зеленый свет на другие выставки. Это очень значимое событие для каждого художника, который здесь выставляется. И я думаю, это что-то даст мне. Надеюсь. Есть какие-то определенные, я бы не назвал звездами, но какие-то небольшие вершины, те молодые художники пробуют себя в каких-то очень серьезных темах. Вот неожиданно там кто-то в экологии, кто-то в каких-то внутренних, что ли, каких-то самокопаниях. И не всегда это выражается в пластике. Но то, что молодых художников интересует прежде всего эту тему, это уже хорошо. Идеи, галереи и арт-пространство города присоединятся к этому масштабному культурному событию. В них также пройдут ретроспективные экспозиции, лекции, мастер-классы, экскурсии и встречи с художниками. Выставку «Азарт Сибирь-2021» можно посмотреть до 30 июля. Юлия Шаламова, Сергей Балуев. Новости.